Зачем человек начинает заниматься бизнесом, вкладывая в интересное дело немалые средства? Чтобы получить доход, работать себе в убыток никто не будет. Это аксиома. Целью деятельности любой коммерческой организации, будь то огромный холдинг или небольшая фирма, является получение прибыли. Но пытаясь не платить налоги или платить их в гораздо меньшем объеме, многие руководители объявляют свое предприятие убыточным. В нашей инспекции на постоянной основе проводится анализ осуществления деятельности предприятия с убытками. С этой целью в инспекции ведется реестр убыточных организаций, который заполняется с использованием статистических данных, полученных от самих плательщиков. Данные декларации, представленные организациями в марте текущего года, по результатам работы за 2013 год, показали, что 183 организации Московского района города Бреста отчитались с убытками. И в первом квартале 2014 года эта цифра увеличилась. И это настораживает. Ведь в Московской налоговой работают, увы, непрофаны, и выявляются такие нарушения довольно просто. Сотрудники инспекции постоянно проводят целенаправленное администрирование убыточных предприятий. Проверки подобных фирм позволяют вычислить не только причины убыточности, но и определить схемы сокрытия или занижения выручки. Но принцип у инспекторов прост. Лучше упредить, чем наказать. В инспекции созданы и действуют рабочие группы, комиссии по деятельности убыточных организаций, которые возглавляют руководители инспекции и его заместители. На заседание комиссии приглашаются руководители и главные бухгалтеры убыточных этих организаций, где совместно рассматриваются вопросы и причины возникновения убытков данного предприятия. А также ищутся определенные пути выхода из сложившейся финансовой ситуации на данном предприятии. Продолжительная работа предприятия с убытками может быть связана с сокрытием доходов. В связи с этим анализируются источники существования компании и имущественное положение учредителей. В целях снижения количества убыточных организаций в инспекции активно проводится работа разъяснительного характера с должностными лицами организаций, направленные на увеличение добровольных поступлений платежей в бюджет. Допустившие убытки предприятия приглашаются на совещания, индивидуальные беседы, семинары, круглые столы. И результаты работы с убыточными организациями размещаются в средствах массовых информации и на стендах инспекции. Руководителям предприятия, а также главным бухгалтерам следует помнить, что организация, имеющая убытки, попадает в высокую группу риска и становится первым претендентом на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности. А это значит, что предприятие в дальнейшем является объектом повышенного контроля налоговых органов. Продолжение следует...